всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел бы ответить на такой часто задаваемый мне вопрос от подписчиков группы по лоджику и logic pro help как работать с покодером вообще как правильно работать с покодом то есть так то я думаю что принципе идея многим понятно кто слышал право года но с практической точки зрения есть некоторые нюансы которые я хотел бы вам сегодня показать может быть кто-то это знает кому-то это будет полезно тем тем не менее думаю что видео получится интересно это такой ну я решил рассмотреть пример ваку даром сразу на уже готовом примере это трек моей группы neon tape head он пока в работе но уже здесь я ваку дар использовал бы как раз хотел на его примере показать собственно что я здесь делал я использовал встроенный в лоджик ваку дар но принцип в принципе везде одинаково то есть можно использовать разного кодера есть у sugar bites есть ваку дара по моему роботронику называется как-то так еще много разных есть orange ваку дарной такой более старенький ваку дар который был там популярен в 2000-е годы один по моему если не ошибаюсь самых первых у меня он еще был давно давно когда я на кубейсе работал вот но тем не менее то есть как бы я не буду сегодня ударяться в описание именно лоджиковского ваку дара то есть там рассказывать что где как просто примерно покажу я просто хотел бы так дать такой некий практический дать не некоторые практические советы именно по вообще логике работы с ваку дарами то есть как и что устроено здесь и так давайте вообще послушаем фрагмент и и и и и и и и и ну и так далее такой короткий фрагмент то есть как вы слышали здесь есть такие некие фразы и как я это сделал то есть я сперва записал свой голос то есть просто поставил обычный микрофон через который сейчас я с вами разговариваю и записал фразы которые мне нужны были для трека это просто название группы собственно не он тейп head можно послушать как это звучало в оригинале то есть моим в исполнении моего голоса и сразу скажу что я записал именно две дорожки и тоже сейчас расскажу почему то есть у меня один низкий голос и высокий и низкий голос то есть наоборот высокий я-то потом конечно же это немножко подтюнил там скомпрессировал чтобы было лучше слышно все нюансы слова слов то есть у меня здесь стоят на этих дорожках у меня стоят плагины компрессор эквалайзер но я просто срезал все ненужные частоты просто сделал более скажем так выровненным голос то есть чтобы не чтобы все слова были на одном уровне все читалось все произношение то есть это очень важно для вокодера чтобы потом именно слова читали чтобы это не было что-то похожее на какую-то такую неразборчивую речь а чтобы было максимально читаемо а после обработки вокодером это очень важно потому что значит просто нет смысла в окодере можно просто какой-нибудь такой говорящий синт пресет намутить там накрутить вот смысл этого кодере нет то есть тут именно смысл в том чтобы какие-то какие-то слова какие-то фразы говорить и слушатель мог разобрать именно что поется то есть какие слова какие-то фразы если слушается поэтому именно в этом такая самая основная сложность во всех случаях которые я столкнулся это сразу скажу это не финальный вариант то есть этот трек еще в таком в демо варианте то есть я буду скорее всего перерабатывать вообще звук вокодера пресет может даже буду использовать другой вокодер не встроенный в лоджик но просто его примере решил показать итак значит у меня есть две дорожки с моим вокалом их я не мютирую то есть здесь я даже их оставил нас выход на стерео аут но обычно я даже и это отключаю то есть просто делаю но output чтобы убедиться что у меня никогда вот этот голос мой непосредственно не будет звучать ни в коем случае то есть даже если случайно размютирую никогда не будет его слышно и далее у меня есть два таких трека вокодера соответственно вот этот вокодер один он как бы связан с вот этой записью вокодер один который вот этот трек то есть именно с низким голосом и другой трек связан вот с этим вокодером то есть но все логично два вокальных трека и соответственно два вокодера теперь самое интересное вокодер у меня загружен как инструмент то есть не как плагин обработки эффектов а как именно инструмент как синтезатор и здесь есть меди информация то есть я забил некий аккорд вот здесь и что делает вокодер вокодер вот этот моим моей речью модулирует вот этот вот сигнал синтезаторный который генерирует с помощью этих мединот и получается вот такой роботизированный голос давайте послушаем отдельно чтобы получилось максимально качественно чтобы был хороший звук я советую речь то есть не просто проговорить а все-таки постараться пропеть даже если вы там не обладаете каким-то вокальными данными это но тут голос не нужно показывать тут нужно как я уже говорил грамотно произнести все слова все артикуляцию особенно шипящие и согласные звуки чтобы как я уже сказал было были слова читаемы и в то же время желательно бы близко к той тональности в которой у вас трек как-то это проговорить это нужно для того чтобы вот эта самая модуляция которая происходит в вокодере она происходила максимально гладко максимально правильно то есть когда вы будете вот здесь рисовать аккорд который также является частью той тональности в которой у вас написан трек как в моем случае это ми минор у вас без всяких проблем все промодулируется не будет никаких биений там каких-то расстроек и так далее то все будет звучать очень гармонично именно поэтому я здесь выжимал все свои вокальные данные которые у меня какие-то там отдаленные есть и постарался все это пропеть хоть как-то примерно на одной ноте и поэтому я советую тоже это сделать чтобы максимально был лучший результат и соответственно вот этот вокодер мне отвечает за низкий голос то есть у меня и низким голосом это про проговорил пропел и более низкой тесситуре у меня здесь миди ноты потому что опять-таки я говорил тут получается такая некая частотная модуляция друг друга то есть голосом а вот этого звука синтезатора и лучше если они будут все-таки близких друг другу то есть если вы там где-то басом проговорить какие-то слова а у вас будет синтезатор какие-то высокие ноты играть часто тоже бывают такие что разборчивость очень теряется из-за этого вот поэтому я советую именно голоса максимально приблизить тот эффект который вы хотите а потом уже с помощью вокодера и уже собственно его сделать таким ну конечным вариантом поэтому тут это очень важный момент подготовительный из-за которого если его не делать краски получается не очень хороший звук вокодера вот собственно с этим с этой проблемы ко мне многие обращаются что не могут никак получить нормальный интересный эффект вокодерный и так давайте послушаем еще раз это первый голос это второй голос я здесь использовал разные ноты и меня получается такой аккорд то есть здесь меня нота си и ми четвертой октавы здесь получается р и фа диез то есть получается такой септ аккорд с 9 ступенью и вот такой получается общий аккорд можно даже верхний голос сделать погромче вот и в миксе это как раз звучит как такой богатый жирный тембр и вот этим верхним голосом управляет соответственно верхний мой реальный голос то есть они каждый друг друг модели то есть принципе можно конечно же и на один и тот же назначить на оба но как я уже сказал лучше конечно чтобы тесситура как-то совпадала того оригинала который вы записали в виде своего голоса и того синтезатора который вы в итоге записывать здесь меди нотах и по поводу настройки но это конечно наверно больше актуально для пользователей logic то есть если вы пользуетесь другим секвенсером то возможно там это реализовано по-другому здесь все просто то здесь этого кода работать так что вы вот здесь сайт-чейн выбираете нужный трек то есть здесь в аккорд 1 я выбрал свой голос который называется в аккорд 1 вокально дорожка вот это вот и то же самое для второго аккордера я выбрал соответственно дорожку в аккорд 2 вот и дальше уже здесь в аккордере генерируется конкретно в этом лоджиковском вакодере evoc здесь генерируются две волны которые еще друг друга модулируют это часть синтезаторная именно, которая внутри этого вакодера, то есть то, чем мы модулируем, то точнее что мы модулируем моим голосом и вот здесь уже дальше идут настройки форматы, давайте сейчас я попробую изменять настройки, тут на самом деле важно все это на слух настраивать тут хоть интерфейс немножко на первый взгляд кажется каким-то сложно, но на самом деле все очень просто, давайте сейчас я зациклю и буду менять настройки то есть это ширина просто формант который охватывает вакодер, когда собственно модулирует моим голосом синтезатор то есть можно сделать узко можно сделать более широко а широко более разборчиво, потому что естественно затрагиваются высокие частоты, в которых присутствуют эти самые согласные, всякие шипящие звуки и так далее поэтому, когда мы делаем так очень узко, то в миксе такой вакодер вряд ли будет хорошо читаться вот, но для своего эффекта тоже можно, в принципе, использовать также можно форманту здесь сдвигать больше в низкие частоты больше в высокие частоты и резонанс просто добавляет такого некой частотам, такому спектру такой некой гнусалости, что ли ну, то есть я думаю, это понятно то есть здесь нужно здесь нет каких-то правильных или неправильных настроек то есть здесь надо смотреть именно так, чтобы подходило под ваш голос под вашу запись под звучание общего трека а здесь, собственно, сдвигается частотный диапазон в котором работает вот это все сдвиг, то есть с этим все понятно далее, здесь чувствительность вообще к речи, то есть чувствительность к вот этому входному сигналу на сайдчейн то есть конкретно с моей речи настраивается, но я ее, естественно, поставил на максимум практически и далее, здесь можно выбрать собственно, самую важную часть которая отвечает за ту самую разборчивость выбрать, что будет отвечать за вот эти согласные и шипящие звуки тут можно выбрать встроенный шум то есть он будет просто белый шум генерировать в тот момент, когда у меня какие-то согласные и шипящие в моей речи проскакивают то есть тогда синтезатор генерирует шум и подмешивает его к этому общему сигналу и получается тоже такой свой эффект давайте послушаем но, к сожалению, это не так явно слышно то есть в миксе уже слов будет ну, слова будут сложно разбираться вот, поэтому я предпочитаю именно режим blend то есть что такое blend? это blend, когда, ну, скажем так синтезатор анализирует мой входной сигнал и когда он слышит какие-то шипящие он их тут же отправляется вот сюда на выход синтезатора то есть, грубо говоря ну, вы знаете, что такое диессер да, это такой типа компрессор который в высоких частотах подавляет шипящие звуки когда они превышают какой-то порог вот здесь представьте, что такой же диессер стоит только ничего не подавляется а просто все, что превышает там некий вот этот шипящий порог отправляется сразу на выход и получается подмешиваются мои вот эти согласные звуки твердые то есть к синтезаторному сигналу подмешиваются реальные мои вот эти все шипящие и получается более разборчивый и такой понятный понятное произношение у этого синтезатора то есть услышан звук тут слово tape head прям вообще можно сказать прям как будто я говорю то есть это такой вот звук прям вот один в один не синтезаторный а, собственно, живой вот и то есть с этим тоже я советую поэкспериментировать но я пришел к тому что гораздо лучше вот в этом вокодере лучше всего вот этот режим blend то есть именно использование оригинального оригинальных шипящих вот этих артикуляционных вот этих вот каких-то согласных и так далее и опять-таки возвращаясь к тому что я говорил в самом начале видео то есть очень важно исходную запись максимально четко проговорить все очень правильно сказать по дикции по артикуляции спеть потом это все еще желательно скомпрессировать чтобы все было на одном уровне и ничего не проваливалось и только после этого отправлять вот сюда на сайт-чейн на входной на вход вот этого вокодера и тогда он уже будет работать достаточно адекватно вот ну в принципе и все то есть здесь ничего сложного нет волны можно настраивать здесь можно разные волны выбирать то есть они влияют на звук то есть здесь по-моему 100 если я не ошибаюсь а нет 50 точнее 50 разных волн а у них разные формы просто тут тоже на слух тут даже нам не показывают какие-то волны то есть там квадратные всякие синусоидные там всякие сложные комплексные волны то есть это не так важно тут важно именно все настраивать на слух то есть конкретно вот этот встроенный в лоджик evoct это 20 vocoder он настраивается именно на слух то есть тут какая-то теорию знать там еще что то не нужно то есть здесь все достаточно просто просто ознакомиться с интерфейсом и спокойно просто подбирать под свой вкус под звучание своего трека нужны какие-то варианты и здесь еще есть одна волна синусоидальная которая у нас выступает в виде fm модулятора то есть частотного модулятора для вот этой вот второй волны опять-таки игру тут заморачиваться не стоит то есть просто можно методом тыка поймать вот лучший вариант когда у нас эта волна с какой частотой генерируется и модулирует вот эту нашу основную волну которая собственно отвечает за характер звучания нашего вакодера и с помощью этой модуляции модуляции можно такой более грубый такой дисторшеновый эффект вакодера получать то есть это высокая октава звучит более высоко так вообще нет модуляция с модуляции так более звучит разборчиво вот ну так что тут я думаю тоже все понятно тут есть еще всякая секция модуляции то есть которая будет просто в реальном времени с помощью lfo просто изменять какие-то вот эти вот параметры то есть у вас может звук вакодера быть не статичным как у меня а меняться там по какому-то закону вот так вот там во времени то есть по 16 там любым то есть ну стандартно да любой как в любом синтезаторе то есть это уже для придания какой-то интересности то есть тут опять-таки нужно экспериментировать кица это здесь я давать не могу ну что все это сугубо индивидуально и здесь еще есть секция хоруса то есть можно выключить можно тут два режима хоруса разные просто эффекты один такой более мягкий другой более слышный прошу прощения очень громко вот и здесь можно еще ширину стерео поля регулируется может делать монофоническим можно сделать широким вот но в принципе и все то есть дальше тут уже как я уже был просто методом тыка можешь сказать то есть экспериментов можно подобрать оптимальное звучание для своего случая ну либо как я уже стал использовать какие-то сторонние вокодер которых очень много представлено на рынке плагинов и принципе да очень много достойных я честно говоря сам с вокодерами можно сказать вот только-только-только начал как-то ознакомиться поэтому я не могу сказать что я прям все перепробовал и как-то там знаю сильные стороны каждого из них я когда сталкиваться фактором я снова обходился вот эти вот встроенным в лоджик evok 20 полисин но как я уже говорил этот трек еще в стадии демки я возможно тут буду использовать в итоге в конечной версии другой его кодер то есть нет это может попробую еще какие-то другие но тем не менее как я уже сказал моей задачей в этом видео было просто показать принцип то есть вы записываете максимально разборчивый и желательно близкий к тем нотам которые вы потом будете записывать в миди голос именно с четкой артикуляции с дикцией с желательно на одном уровне то есть без каких там выпадов резких всплесков и пропадание голоса потом все желательно скомпрессировать опять-таки чтобы выровнять динамику из исходного материала и уже потом отправлять нова кодер и в а кодере уже собственно творите всю эту магию скажем так и получать нужный эффект то есть вот в принципе все я думаю что это понятно но это требует конечно же практики и наработки код опыта и уже дальше уже это не будет вызывать никаких сложностей никаких трудностей и так на сегодня все с вами был дмитрий русул подписывайтесь на группу ложек про help задавайте вопросы пишите мне в личные сообщения если у вас есть тоже какие-то интересные какие-то можешь чем-то вы сталкивались вас есть это вопросы вообще по лоджику или по работе со звуком целом если что-то интересное я обязательно запишу видео и отвечу на этот интересный вопрос и также конечно же если вам интересно подписывайтесь на группу вконтакте моего проекта neon tape head там много тоже новостей скоро будет новой музыки сейчас работаю собственно над альбомом над дебютным так что там тоже я думаю будет много чего интересного и так на сегодня это все всем успехов и вдохновения всем пока и и и и и